Друзья, всем привет! Обратите внимание, я сейчас еду один. Этому есть несколько причин. Одна из причин это то, что люди мало донатят денег. И вот, грубо говоря, нас собирали, вернее, очень сильно помогли и компания Титкот. И вот теперь, благодаря им, мы едем в очередную поездку. В данном случае я. Потому что есть, грубо говоря, практически 10 тысяч. На эти 10 тысяч нужно купить две машины. И обязательное условие, один из них должен быть пикап. Так вот, пикапов в Европе нет. Они есть, конечно, по объявлениям. Есть в Литве. Там были невменяемые цены. Сейчас на них уже что-то уступили. Дальше ближайшие автомобили. Это Эстония. Даже в Германии сейчас особо немного автомобилей. Ну, короче, еду в никуда. Я очень надеюсь, что в очередной раз судьба мне поможет. А поможет ли? Давайте посмотрим. Дождь и гащик конкретный. Нам пофиг. Мы едем в сторону Львова. Почему еду в сторону Львова? Потому что хочу взять автомобиль, который нужно завезти в Варшаву и заработать на этом денег. Приезжаю я во Львов забирать гражданский автомобиль. Приезжаю по договоренному адресу, паркуюсь, все нормально, выезжает автомобиль. Сука. На белорусских номерах. Я сейчас вам послалил. Я парням говорю, вы что делаете? Как я это перетащу через границу? Я говорю, наш как минимум во временном возе. Да нет, мы уже так делали, все нормально. Вот тебе доверенность, все, езжай. Я говорю, вы что? Они, да нет, ты не шаришь. Ну, действительно, я давно такими занимался больше года. Возможно, что-то изменилось в законодательстве. Ну, типа, хорошо, гружу автомобиль, еду в гостиницу, а там сюрприз. Извечная тема наеб... Как бы это правильно сказать. То есть, перед тем, как ехать сюда, я часов в пять позвонил, выбрал гостиницу, которая плюс-минус удобная по расположению. Спрашиваю. Первый вопрос. Я с лафетом. То есть, я буду прицеп и автомобиль. Есть парковка? Да, у нас дофига паркоместа. У нас тут этих парковок просто пипец. Вот тупо все забито. Вот там все забито. И вот место, которое мне оставили, здесь тоже забито. Я как бы могу сейчас выключить телефон и пойти спать вот так на въезде оставить, но это будет крайне неприлично. Дальше, на самом деле, я обратился к девочке-администратору. Она любезно согласилась, разбудила. Большое спасибо парням, которые проснулись. Слегка подвинули свои машины. И я заехал. И всем хватило места. Друзья, огромное всем спасибо, что среди ночи просто подвинули автомобили и запихнули меня. Пока мы едем в очередную поездку за автомобилями, за охоту на автомобилями, потому что машин сейчас попробуй найти. Идем согнем, хрен найдешь. Наша команда, которая в Киеве, она обслуживает те автомобили, которые мы уже привезли. И именно благодаря вам, тем донатам, которые вы скидываете, это возможно сделать. Раньше это было 1, 2, 3 машины. Сейчас это огромный здоровый конвейер, к которому вы все причастны. Друзья, не оставайтесь равнодушными. Реквизиты вот здесь для Монобанка и внизу под видео для Приватбанка. Кому что удобно, разум до перемоги, разум сила. И скоро москалям будет добрый день. Уже по всем фронтам идут нормальные потери. Обидели одного? Жопа всем. Москалей, хавайтесь, вешайтесь, суки. Вам жопа. Тридцать шесть километров до кордону. Оно, тридцать шесть. А черга уже стоит. Это уже черга? По черваному коридору. Девочка. Откуда здесь взялась девочка? Ну, очень часто мы используем девочек-водителей. Вот эта вот девочка, она и есть волонтер. Она уже не раз нам помогала. Она живет во Львове. Олеся, огромный привет. Большое спасибо за сотрудничество. Шесть каждого раза все больше, больше и больше. Просто якась дупа. Если завозим автомобиль на лафете, поляки это считают товаром. Для того, чтобы завести не товар, а автомобиль, естественно, Олеся садится за руль этой Шкоды и заезжает туда водителем. Заезжая водителем, пограничник говорит сакраментальную фразу. А где водитель, который завозил? И тут я понимаю, что дело пахнет письюнамой. Ну, в смысле, машина находится во временном возе и никакое законодательство нифига не изменилось. Все осталось так, как было. Пограничники говорят, эй, пропускаем, езжай. А вот таможня говорит, извини, дружище. Нам нужен тот, кто завозил. Ну, либо же другой белорус. В общем, при помощи гражданина Украины не получится этого сделать. Соответственно, любезно нас разворачивают без каких-либо штрафов. Не пропускают. Олеся едет дальше, отдает автомобиль во Львов. Остается во Львове, а я пустым проезжаю через границу. Пересек я кордон и направляюсь к Диму в сторону Белоподляски. Под Люблином есть классная Тойота. Вот нам как раз надо Тойоту РАП-4 найти. Плюс-минус ценник у нее там в районе 25. Живой автомобиль из подсемьи. Мне перекуп. Машина неплохая. Сразу рассказали ее недостатки. Еду по дороге смотреть данный автомобиль, потому что я еще успеваю. Вечер уже, грубо говоря, под Люблином. Семь часов вечера. Наши по двигателю вопрос у него не возникает. Все его отрабатывает классно. Работает двигатель нормально. Турбина у него сухая. Масло у него практически свежее. Клапан EGR новый. Сейчас я заглушил, чтобы было нормально слышно. И продолжу дальше. По кузову нареканий у меня нет. За исключением того, что я вижу, что была клепана она вперед. Не сильно. Лонжерон у нее на месте. С мордой у нее все хорошо. По подкрылкам. Видно, что там вот замазывали. То есть подкрылки у нее стоят такие неродные. С учетом того, что машина как бы не дешевая для засуя. Она больше будет использоваться как гражданская. Пройдемся мы все-таки по значениям. Семьдесят девять и четыре. Сто пятнадцать. Сто тридцать девять. То есть крыло новое стоит, крыло крашеное. Я, конечно, додумался в белой башке смотреть. Сорок три и девять. Значит, парень сразу сказал, что здесь слабые амортизаторы. Их надо будет, скорее всего, просто менять. Отчитывая то, что у нее был лобовой удар, хоть не сильный, но тем не менее. Решил я посмотреть подушки. С подушками все хорошо. Проем тоже не затронутый. Но это так, уже на всякий случай. По рулю отсюда я не вижу. Надо будет пойти зеркало взять, менялась ли здесь подушка. Но по текстуре я не вижу, чтобы она сильно отнималась. Где-то стучит рулевая тяга, наверное. И надо смотреть, потому что что-то там слегка подстукивает. По БСу была просадка по аккумулятору. Из-за активных ошибок датчик солнца он не рабочий. Это кондиционерная тема. Система контроля давления в шинах. Три ошибки, но я не буду смотреть. В общем-то нормально. Когда делаешь тест-драйв во всей этой теме, главное не забыть телефон. Но я очень надеюсь, что я его не забуду. Так. Ну, запускайся. Ага, судя по этим самым, по количеству туши для ресниц, понятно, кто здесь ездит. Точно не мальчик. Так, что у нас со сцеплением? О, трохи ниже середины, красота. Ну, ступичные подшипники я не слышу, чтобы гудели с ними все нормально. А вот сейчас рулевая колонка, ну вот эта вот тяга не стучит вообще. Сказать, что амортизаторы вообще не держат, ну то есть расколбаса нету. Да, там какой-то один не очень, но ам еще не полный алис. То есть по дороге они этого даже если будут ездить, особо и не заметят. А вот если ездить по бездорожью, то естественно будет видно ясно-понятно. Сейчас можно будет понять, прогребется или нет. Да, гребется и нормально гребется. Сейчас покажу. То есть и передние, и задние. Ну, блин, ту лет она хорошо. Мне нравится. Ладно, надо заезжать пока, отдавать и поехать посмотреть еще одну Хонду ЦРВ. И я думаю, что надо и что-то одно из двух будет забирать. 25 тысяч злотых. Я не верил в эту цену. Но она есть и она неплохая. По автомобилю мы понимаем, что он клацнутый слегка в лицо. У него заменены бамперы, у него поменены фары, у него поменены передние левое крыло. Я залазил под автомобиль. Днище у него сухое, не ржавое. Есть там пару точечек, пару моментов. Но это лишь только самое начало. Двигатель у этой машины вообще очень хорошо, мягко, классно работает. Клапан ЕГЭР у нее помененный. Я думаю, поэтому она классно, хорошо работает. Плюс еще, сказалось, нормальное топливо. Это я к чему все рассказываю. Машина за свои деньги, она очень хороша. Но это первый автомобиль. А понимаем, что не мы покупаем эту машину и дарим, а нам дали денег и попросили купить автомобиль. Соответственно, они имеют право выбора. Это обычная гражданская история, когда первый автомобиль типа хороший, блин, да может быть лучше. Ну, так работает всегда. Едем смотреть дальше. Из неприятного, из того, что сегодня было возле Toyota, это то, что я вот порвал рубашку. Была у меня классная рубашка, так я захотел поехать в рубашки. И ходил, ходил, уже все машину отдал. Выходил и только гряк зацепился и порвал. Хочется посмотреть еще Honda. Поэтому сейчас еще 159 километров осталось до промежуточной точки. А промежуточная точка это у нас Дима в Галоподаляске. Завтра есть еще в планах посмотреть несколько автомобилей и Honda и Toyota. Остановились только на японцах. Всякие Kia Sportage. Короче, очень много всего отсеялось. Остаемся пока только на японцах. Задача выбрать классный мотор, классную трансмиссию и не ржавый кузов. Потому что эта машина будет еще ездить. Наступило утро следующего дня. Естественно, едем мы смотреть дальше, охотиться на автомобиль. Едем машину смотреть дороже. Машина слегка примята на крышке багажника, но по заявлению она не битая, не крашеная, вся в идеале. Пробег у нее такой же. Машина стоит на 6 тысяч злотых дороже. Но заявлено, что она просто в идеале. Вот лучшее не найдете. Едем смотреть. Что за парень в кадре? Вы его уже видели неоднократно. Зовут его Дмитрий. Это один из учредителей компании склад-сервис. Так вот, чем он занимается, находясь в Польше, живя там с семьей? Он подготавливает нам почву для того, чтобы поехать посмотреть все автомобили. Он общается с поляками. Когда у него есть время, он выискивает эти автомобили. Есть алгоритм, как понять, перекуп-неперекуп, машина плохая-неплохая. В общем, всю вот эту телефонную работу он делает. И мы уже едем, грубо говоря, на лучшие автомобили под ту задачу, которую мы имеем. Вот кто такой Дмитрий. Так, что я под капот? Ну, начебто двигатель не обстыкается. Живенький запускается вон на горячую. Ревнесенько, что у нас? 31. 31. На 6 тысяч злотых дорожче, не жравлик. Так, что у нас? То вот. Тут у нас отложений нема. Вже доброе. Чпук. Найс. Почти березовый сок. Рослоено панель. И там також. И воно фарбована. Ось олупленый сейбур. Ну, погано малювали, и вон шпакля видно. Такие мутные фары. Тут начебто нормально. Ну, но все одно. Все одно. Воно-воно, блин, варене. Додатково фарбоване. Я думаю, что оно ржаво в середине. А изнизу, сейчас я полизу подивлюсь. Да, воно, блин, подготовлено вся. Воно типа фарбована. Прямо по ржи. Да, воно, сзади видно ржавчина. Причем така ржавчина, ржавчина. Отриваються защита. Такое, уставшее, очень уставшее. Ага, не працює. Бардичок у нас не працює, что у нас там. Там у нас все відполировано. Типа після поганої мийки приїхала машина. Пісок по углам. Прикручивали саморезами так, что прям по живому. Хоч би змазали щось. Тобто там уже тупо воно вже гниле. И там, воно, под порогами у нас все ржаве. Я думаю, треба їхати далі. У нас задешевше є краще. Машина, влупленная в морду. Причем сделанная так, нацепись. У нее панель вот эта вот собранная. С двух кусков. Вареная машина вся ржавая. Причем так вот ржавчина сыпет. Хоть бы и щеткой прочистили. Вот прям так по ржавчине зафигачили. Вот с баллона черную краску. Вот так вот. Короче, вот такие охреневшие поляки встречаются на нашем пути. И такой там чуть ли не мама и клянусь, машина не красна. Ой, что это? Я не знал. Я не видел. Это не я. О, курба. Едем дальше. Проезжали мимо и есть площадка. На площадке стоит Honda CR-V. Вот сейчас мы ее и будем посмотреть. Так, начат курюм не сенький. Механическая коробка. Мы имеем перешитый руль уже. Уже перешитый. Ладно, побежали быстро по показаниям. 116. 101. Может она открытая? Хрена. Замкненты. Вот тут что-то приплыло. Сразу видно. Тут аж слышно такое. Как будто машина очень сильно обешублена. Есть места, где больше 2,5 миллиметра шпакла. Но это такое дело. Видать, досталось этому стеклу тоже. И здесь такая яркая вмятина. А что у нас снизу. Ну, даже и моторные боссыны. Все максимум. Окей, то можно увидеть? Отпалить. Так, попрошу. Чекам. Сколько чекам? 2,2. Початка. Так, что у нас тут? Тут у нас легковички, легковички. Что есть? Хашкань. Хашкань ави на вариаторе. Не подходят. Уже лучше тогда их 190 брать. О, таракан. Сколько у нас вартует таракан? 25 тысяч 900 злотых. Але они все на автоматике. Их на механике я жодного не вижу. Да, коробка пулемьет. Гитара. Можливо. Чи вона бензиновая, скорее всего. А не. Вона дизельная механика. 25 900. 25 900. Какой-то она морда в ней упавшая. Это же, блин, суто для места. На бездорожье с этими порогами выйти, и пипец им сразу будет. Один вправо полетить, інший влево. В ходе Сузуки камера уже погасла. Но я вам сейчас все расскажу. В общем, по Сузуки не было ключа, не было аккумулятора. 26 900. Типа та Украина, армия стерпит. Все нормально. Заберут эту машину так. Вот такой он болт вам с левой резьбой. Мы найдем классную, хорошую машину. Эта машина нам не подходит. Ну, а мы шагаем дальше. Не так далеко за 150 километров есть еще один автомобиль. Уже черный. Там богатейшая комплектация. Тоже не битая, не крашеная. Единственный собственник в Польше. Почему не битая, не крашеная? Потому что эта машина нужна для штаба. Эта машина не пойдет на убой. И вот эту машину хотят оставить надолго. Поэтому попросили. Ребята, отнеситесь к этому вот с каким-то там вдохновлением. Посмотрите эту машину. Везде как для гражданского лица. На этот автомобиль компания KitKot выделила денег для того, чтобы одному из своих сотрудников, который работает при штабе, купили этот автомобиль. Наша задача всего лишь его доставить. Поэтому машина дорогая. И она пойдет конкретно не на убой. Эта машина дальше останется в военной части. То есть это подарок компании KitKot для одной из военных частей. Смотрим дальше. 33 тысячи злотых. Меньший пробег. Моложе год. Один собственник. Ни бита, ни крашена. Добрый. Так можно открыть да поделиться. Да так. Открываешь и дивишься. Даже штора присутня. Чистенько. Тлумик же робленый? Не. Не робленый. Я выменяю клотки, тарты, стилусом, заваженные ноги. Вымененный олен. Клотки, циколотки. И выменяемый. Вот тут сантость, они будут изгнечены. Тут ручки набагато. Ну так ты же хочешь дивиться на него? Живейший. Да, он не хочет зацарапанья, но не настолько, как у попередника. Так, ну-ка, ныряю я под низ. И думаю, что там внизу. Тихенько, не палимся. Йопти, блин. Он тоже замальованный весь. И причем так аж замальован, замальован. Так гуталином залить, что аж першого побачишь. А можно ключик на... Мапан ключик на десять. То не десять, то восемь. Чи десять. Девять чи десять? Десять! Десять! Да! Да! Та не. Меньше девять або восемь. Ой, не чуе баба. Десять! Весемь. Я ж вроде здоровый. Да ну нафиг так закручивать. А ну тест на сообразительность. Я думаю, что плоскопцами забивали. Но это не все-таки ржавый. Тут видно, что оно фарбованное. На певну. Так, здесь нормально. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь нехорошо. И вот теперь смотрим где. Пока видно вторичная окраска. Где-то вот так вот сюда ей досталось. Но эта дверь тоже крашеная. Вторичная краса у нее есть. Вот здесь. Но вот здесь вот я вижу, что аж шпаклевка потрескала. Сейчас мы туда доберемся. Да. Это вот борт этот зашпаклеванный. Так. Ну здесь. Здесь тоже прилетало этому автомобилю. Но сделано плюс-минус неублюдочно. Традиционно все штуки вот эти отваливаются. Зминенный номер Вінкуд. Вінкод у меня измененный. Тобто Вінкод набитый в другом месте нерадный. Есть в паперах отметки про то, что Вінкод изменен в техпаспортах. Набитый новый и этому верить. Но новый не под капотом, а в багажнике чему-то набитый. И я не знаю, че у нас таке пройде. Никаких других паперов у него из экспертизы ничего нет. Называется Местечко Скаржисько-Каменно. Сдаётся, так я прочитал. Десь тут, десь тут повинен бути цей автомобильчик. Одна из лучших машин, которую я кермовал, из тех, что мы купили на Альбе. А оно, он стоит. Великолепный, всеми любимый и обожаемый. Тойота! Зимовая гума. Неправильно працюющий суппорт. Трохи пошкоджений, прим'ятый. Ох, тебе аж прилипло. Так и заюзана ручка. Зломил? Нет, просто засунулся. Потримай, чтобы не уйти, давай. А я позаглядую в полости. Ну че, красота. Снеги бягущих. Ну, блин, даже укомплектованная машина. Прикольно. Нема пилу. Это очень классно. Без старт-стоку, да и, в принципе, нафиг, не потребен. Тут и курка. А, не вгадал, зеркально. Трохи підтекает. Спит клапанной крышки. Лекаржи немае. А можно запустить? Попрошу, отпалить. Як отпалить? Отпалить, да. Отпалить. Просто не на месте пара. Все-таки десь он влупленый как ош. Можно глушить. 96,1. 121. 111. 180, здесь бампер причавленый. 104, 122, два ключацев. Дуже добрый. Блин, все ж так классно начиналось. А нормально ж сидели. Навіщо вклепал машину? Но это таке дело, что у нас с приемом. Приемом должен быть... Да, прием нормальный. Прием не ма, что у нас с подушкой. Структура однакована. Не бачу, чтобы меняли. О, тут руль не меняли. О, тут приколь лясик. О, тут он немного подзатерный. Как на 250 тысяч. Оцей не ржавый. Есть немного маленькие штуки, но не ржавый. Вообще без проблем. Чпук и сразу готово. Как сказал Дмитрий, это лучший автомобиль за все время, который покупался для ЗСУ, в котором он ездил. Как выражение про Тойота? А, отличная Тойота. Можно сказать, одна из лучших машин, которую я кермовал, из тех, что мы купили на Аре. Враховуючи те, что вчера вночі, майже вночі, мы его придбали, ну как, придбали в вечері, оглядали мы его днем, можно так сказать. Это Тойота. Это Тойота РАВ-4. Это автомобиль 2009-го року випуску. Это автомобиль, здаясь, 210 тысяч пробегов. Это автомобиль, не мая жодных технических зауважений. Это автомобиль на сегодня остается тут. Ну, а мы едем дальше. Я думаю, у нас еще одна задача, нужно найти пикап, но, враховуючи те, что пикапов сейчас просто караул как мало, их есть тут с десяток по Польши. Сегодня поедемо смотреться. Не сможем мы все смотреться, но сейчас что-то беремо, поедемо смотреться. За эту поездку мы посмотрели, посчитайте, напишите в комментариях, сколько автомобилей посмотрели, потому что я лично сбился со счета. Выбрали мы Тойоту, Тойота РАВ-4. Машина очень достойная, машина хорошая, машину можно не только для военных рекомендувать, а для гражданских лиц. То есть с этой машиной действительно все хорошо. Друзья, огромное спасибо за то, что вы помогаете. Вот те деньги, которые вы присылаете, мы их конвертируем в автомобили, которые впоследствии идут для ЗСУ. За что вам огромное, большое человеческое спасибо. Кстати, к слову, надо сказать, вот следующий выпуск будет с автомобилем, за который я оставил предоплату. Прошло время, и до сих пор мы еще не насобирали денег для того, чтобы выкупить этот автомобиль. Цена вопроса 225 тысяч гривен. У нас есть то, что вы на донатили, на банке 44 348 гривен, я даже вот за скриню, это на монобанке, а на привате, а на привате 71 634 гривен. То есть, это кругом-бегом 115 тысяч гривен. Цена вопроса автомобиля 225 тысяч гривен. То есть, осталось 110. Друзья, давайте поможем армии и купим еще один пикап, отправим еще, потому что я напомню в очередной раз, когда при наступлении идут очень большие потери. Есть большая куча раненых, которых нужно забирать, есть большая куча растрощенных, разбитых автомобилей, а автомобилей по Европе сейчас практически нет. А у нас один пикапчик стоит, но мы не можем его забрать. Большое вам спасибо еще раз. На сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Подписка, лайки, колокольчик, это вы помните. Друзья, не пропускайте новые видео. Все, теперь я точно пошел. Пока.